здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами посмотрим на новую коллекцию шинель здесь вот вначале у нас из старых коллекций модельки вот я пока вступление я свою скажу не просто эти модельки этой старых коллекций добавила некоторые модельки вот ну что о чем я с вами сегодня поговорю так это о новой коллекции именно о новой она начнется дальше вот и о моих планах что я из этой коллекции себе почерпну что я возьму и обсудим сами модели вот это кстати тоже старая коллекция и обязательно сюда добавила это тот мастер-класс который у меня есть на вот эту вот жилетку вот эту жилеточку я уже вязала конечно она не один в один но тоже очень красивая симпатичная так что наверное я вам ссылку оставлю под видео это все из старых коллекций но мне очень нравится вот именно сочетание цветов вот что шанель не боится да вот применить и фактуры цвета и вот все 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 и элементы вот эти вот карманы разные сложности сложные кроя разные отделки посмотрите обвязка разноцветная вот ни у кого я больше не видела вот такого вот скопление всех элементов как бы в одной модели вот такое ощущение что они прорабатывают каждый квадратный сантиметр и но это мое ощущение вот по это кстати ткань такая это не вязаное полотно но его нужно вполне себе скопировать как бы это тоже старая еще модель ну вот кстати вот этот вот кардиган кофточка очень мне нравится такое классическое изделие вот ромбики орнамент хороший такой это на все века вот эта вещь вот застежкой кардиганчики либо кофта ну как и рубашка ну вот смотрите смотрится симпатично но это не новая коллекция но я считаю это из разряда тех вещей которые навсегда да это классика такая стабильная классика которая была есть и будет тем более у шанель научили привержены классики это тоже из старых моделей и тоже как бы такое универсальная вещь которая не сказать что она вот завтра она выйдет из моды нет она не выйдет она как была актуальна по моему пять лет назад пять лет этой коллекции можете больше может я пытаюсь вот так она и останется актуальной вот это вот ровный рукав и всю балахунистом стиле поэтому шанель она как бы не нет не прыгает я бы сказала из крайности в крайность да вот таки более она такая классическая выдержанная вот вот смотрите вот вообще просто вот эти цветы я обалдела они между прочим сшиты из трикотажного полотна их конечно же можно сшить то ли свалено то ли сшиты в общем и вот многофактурность тут разные техники применение разных техник это вообще обалдеть вот и на сумочке смотрите цветы на сумочке пальтишко это по моему тоже сшито но тоже его можно связать кстати вот эти цветы были из новой коллекции как-то здесь я намешала старую новую и вот здесь вот уже у нас прошла новая коллекция честно и я конечно же не все я только то что мы можем как бы попытаться связать либо же связать есть модели которые просто вот как это да для вдохновения можно взять какой-то один элемент вот либо вот это пальто сделать из него жакет у короче ну просто как 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 идея вот это тоже классика до трикотажное полотно с орнаментом плюс обвязка да одинаково ну вот это я же говорю это уже сто сто лет вот такую стиля этому стилю вернее скажем так ну шанель она и это все превращает как бы можно модную вещь а кстати вот на подобие вот такого же и жакетика я вязала еще по сабрине по моему школе и я вся такая модная была он конечно не сколько много цветов но была там ручная вы вышивка и я была очень-очень модная в то время с этим жакетиком вот поближе это все там и букле орнамент там и вышивка в общем уж очень они заморачиваются да я вязала тот жакет и я тоже там и вышивка там и взор и кстати вот это вот комбинация вот этой вот вещи и и я нашла только одну фотографию вот она уже скакала но там комбинация разных тоже нитей не очень нравится вот мне хочется очень что-то сделать вот этот полосеныш вот смотрите мне казалось что это чулочная гладью нет там разные узоры разные пряжи и разные узоры это и старый вот это и старой но такое прикольная вещица такая грубо связано вот это тоже шанель но это не новая коллекция такой вот кардиган достаточно просто связан простой этот узор кстати можно узор разобрать напишите как вы на это смотрите тот же узор на кармане но только другая пряжа и толще и именно этим узором вот видите как он играет с фактурами там кардиган связан такой средней толщины карманы из толстой пряжи обвязкой с этой же толстой крючком вот как интересно смотрится не боится шанель таких вот экспериментов я представляю сколько у них вот пробников ну и вот это вот хит буклированная пряжа это то о чем я говорила девчонки и вот ту буклированную которую я выложила видео девчонки сейчас у меня уже неделю вот как эта черная пятница у них случилось неделю висит алиэкспресс ну вообще со мной не разговаривает и вы знаете зашла иногда захожу пряжа есть но у меня ощущение что они обновили ассортимент вот я еще подожду немножко пусть уля там же есть и такие цвета всякие меланжевые понимаете но я бы конечно такую вещь вязать не рискнула цвета стоит ну а однотонную опять же классический жакет классическое платье вот а про пряжу что я говорила немножечко подождем я уверена что они она будет потому что девочки там расстроились что там ее нет у меня ощущение либо они ее прикрыли на время этой черной пятницы и потом ее откроет эту пряжу она будет в продаже потому что там наличие было много я еще и проверила перед этим и тут тебе на тебе черная пятница ее нет вот вот так вот получилось это я пробуклированную опять же на тут кардиган кучинели и вот смотрите в шанели он тоже но она будет вот тоже вот вот смотрите сколько там всего-всего тут даже не рассмотреть вот этот вот кардиган я все пыталась его найти поближе рассмотреть но нету там всего пару фотографий я нашла их еще очень много еще на сайте нет этой этих моделей они только на показе в общем я даже не знаю будут ли они продажи ну вот мы с вами немножечко вдохновимся то что я хочу сделать я еще еще раз ждет впереди потому что я с вами даже и буду советоваться как бы стоит ли это интересно ли это вот мне допустим интересно я имею ввиду то что я хочу сделать сейчас она все будет дальше вот вот тоже видите как тот красный кстати узор такой же вот может такое сделать он прикольный вот именно за счет комбинации этих разная фактура пряжи и а узора один и тот же получается как отделка вот он видите ну интересно же правда это кстати тот же как и красный вот а я хочу вот сейчас вот будет девчонки вот мне нравится вот этот вот именно жакет вот эти карманы шанелицкие до популярный которые часто шанель используют здесь он сшитый из меховушки но я хочу его сделать вот что-то наподобие этого сделать из меховой пряжи вот с карманами с пуговицами до планку связать крючком с воротником таким сделать такую вот шубейку связанную спицами обвязанную крючком с пуговицами ну вот как бы вот что-то не что-то в этом стиле я как за основу возьму эту модель она сшита но я ее свяжу вот как вы на это смотрите девчонки интересно это будет вот именно вот это вот модель вот не допустим интересно такую вещь сделать очень интересно ну понятное дело что я в любом случае постраиваюсь под вас под ваши желания вот и буду конечно же учитывать ваши пожелания если вы скажете бей не нравится то мы делать не будем я не мы не вы вот но я думаю вам тоже понравится мне очень понравилось его часть еще покажу последняя модель она что-то наподобие ну комбинации тоже фактур тоже мне понравился тут черный как бы сбуклированный жакетик с кучей карманов вот этот бежевый и вот этот красный вот это я тоже хотела бы как бы повторить но знаете в каком варианте тоже как желез связать из меховой пряжи накладные карманы допустим из буклированы и рукава из буклированы либо из другой какой-то пряжи да и и повторить как бы вот это вот вот это вот этот вариант мне тоже как бы нравится как вариант как идея да это же не вязаная да понимаем что это не вязаная вещь на ее вполне можно вот сотворите именно обязанном варианте вот и вот манжеты коричневые и видите ну то есть можно поиграться вот сделать эти накладные карманы да и можно можно что-то подобное я думаю на весну будет очень интересно вот что вы мне скажете вот как вам такая вот моя идея нравится ли вам вот хотели бы такую понятное дело я не буду две вещи делать я буду какую-то одну вы сначала мне скажите вот чтобы если вам нравится вот такая идея давайте сделаем что-то одном и потом еще проголосуем в сообществе либо проголосуем что именно первую или вторую бежевую или красную ну и предварительно я бы хотела услышать ваше мнение напишите пожалуйста если не интересно то не интересно то не будем будем тратить время на то что более интересно вот в принципе все девчонки высказалась я вам сказала все что хотела теперь жду ваших высказываний с вами была века и школа рукоделия всем пока пока